Во влажном парном мире поздней юры, около 160 миллионов лет назад, медленно расцветает. Теплые мелководья, усеянные водорослями и раскисшими известковыми рифами, вибрируют жизнью. Из голубовато-зеленой толщи воды, словно тень, выскакивает криптоклит. Грациозный плезиозавр длиной чуть более 4 метров. Его гибкая шея, составленная из 40 позвонков, позволяет голове описывать широкую дугу, будто перископ. Зверь сканирует толщу воды, ловя мельчайшие колебания. Главное оружие криптоклида — не сокрушительные челюсти, как у плезиогигантов, а изящество и точность. Его длинные тонкие зубы с частыми промежутками образуют своеобразную рыболовную корзину. Тактика проста, но изощренно. Плезиозавр медленно гребет четырьмя ластами, почти не поднимая муть со дна, и неожиданно совершает рывок, моментально раскрывая пасть. В образовавшемся разрежении воды мелкая добыча. Это стайные рыбешки лептолепис. Головоногие, а порой и прозрачные крылатки. Вся добыча буквально втягивается внутрь, как вакуум. Острые зубы смыкаются, не раздавливая, а просеивая воду. Все лишнее вытекает. Пища остается. На более богатых планктонном участках криптоклид применяет другую стратегию. Это зависание. Он парит в толще, двигая лишь задними ластами, тогда как передние образуют стабилизирующий парус. Тонкая шея изгибается зигзагом, мгновенно выстреливая головой в скопление кальмаров или аммонитов-ювенилов. Хитрая уловка. Животное не создает пугающей тени, а длинная шея позволяет атаковать с безопасной дистанции, не раскрывая основного силуэта. Иногда плезиозавр кооперируется с сородичами в рыхлые охотничьи кольца. Несколько животных образуют полукруг и медленно сгоняют рыбу к поверхностному слою, где-то отсекаются от глубины солнечным бликом. Стоит стайке спрессоваться, криптоклиды устремляются вперед поочередно, чтобы не мешать друг другу, с легким щелканьем зубов выхватывая добычу. Виновники этой тихой драмы редко рискуют нападать на крупных ихтиозавров или хищных ихтиоптеригей. Их тело не приспособлено к силовым схваткам. Зато эластичная шея и дуршлаг челюсти сделали криптоклиды мастером точечной охоты, позволяя безмолвно процветать в прибрежных лагунах и неглубоких внутриматериковых морях. Так, за счет ловкости и коллективной смекалки, этот стройный плезиозавр уверенно занял нишу подводного фехтовальщика Юрского моря. Сумерки спускаются на теплое море позднего Юрского периода. В серебристо-синей толще мелькает стремительная тень. Офтальмозавр или ящер-глаз, длиной 6 метров. Его огромные блюдцеобразные глаза, самые крупные среди позвоночных того времени, поддерживаются прочным склеральным кольцом и собирают даже скудный сумеречный свет. Именно зрение – главное оружие этого ихтиозавра. Офтальмозавр совершает крутое ныряние, уходя под 100 метров, где рыба и кальмары дремлют в полумраке. Мускулистый хвост полумесяц начинает работать как турбина. Несколько мощных взмахов и скорость легко превышает 40 км в час. Внезапный всплеск биолюминесценции выдает косяк кальмарообразных белемнитов. Хищник резко поворачивает. Складки кожи вокруг длинного рыла открывают рот, создавая эффект всасывания. Длинные конические зубы замыкают клетку, и добыча оказывается проглоченной прежде, чем успевает выпустить облако чернил. К рассвету офтальмозавр поднимается к поверхности, где мелкие рыбы лептолепис кормятся на планктонной пелене. Хищник снижает скорость, используя грудные плавники как закрылки, и вешается за стаей, сливаясь под свету с водной гладью. Одно мгновение, и он резко разгоняется, словно метательный снаряд, пробивая рыбий строй. Каждое S-образное движение хвоста сопровождается коротким щелчком челюстей. Добыча проглочена на лету, не замедляя хода. Иногда несколько офтальмозавров образуют рыхлое кольцо, окружая косяк. Они поднимают его ближе к поверхности, где солнечный блик ослепляет жертв. Затем охотники поочередно врываются внутрь, чтобы не мешать друг другу. Так, каждый получает свою порцию рыбы, а стая сохраняет целостность для следующего броска. Скорость, гигантские глаза и умение менять глубину сделали офтальмозавра универсалом юрских морей. Он избегал прямых схваток с крупными плеозаврами, полагаясь на мгновенный рывок и ночное зрение. В этой темной, шедшей волнами арене, офтальмозавр был неутомимым рыцарем сумерек, уверенно правя на границы света и бездны. В ночь полнолуния тихая лагуна восточного побережья оживает приглушенным мерцанием волн. По влажному песку, словно подвижная бронепластина, медленно ползет мечехвост. Живое эхо палеозоя, которому полмиллиарда лет эволюции подарили почти неизменный облик. Его подковообразный карапакс скользит по дну, а длинный шиповатый хвост меч служит рулем и подъемным рычагом, позволяя мгновенно перевернуться, если накрыла волна. Главное чувство мечехвоста – чувствительность к вибрациям. Шесть пар ножек, вооруженных грибнями-гнатобазами, непрерывно ощупывают песок, улавливая мельчайшие движения червей и моллюсков. Дополняют их маленькие глазки по бокам панциря и химические рецепторы на щупальцевидных хелицерах. Они нюхают воду на предмет аминокислот, которые выделяют испуганные жертвы. Охота начинается с неторопливого пахотного маршрута. Мечехвост втягивает под себя передний край карапакса и как бульдозер вспахивает верхний слой грунта. Песчаная буря вздымается, оголяя спрятавшихся там кольчатых червей, мелких двухстворок и рачков бокоплавов. Стоит жертве пошевелиться, и передние ноги подбрасывают ее к круглому ротовому отверстию. Гнатобазы, напоминающие шарниры швейной машинки, пережевывают добычу прямо во время движения, пропуская лишь измельченные частички к пищеводу. Во время вечернего прилива мечехвост замирает у края водорослевой полосы. Длинный хвост втыкается в выл, как якорь. Карапакс высится на дном, создавая укрытие. С прибойной волной к нему прибиваются юные крабы и креветки, сбитые течением. Одно резкое движение ног и зазевавшаяся жертва уже перемалывается гнатобазами. Хотя мечехвост кажется медлительным, его пашущая стратегия делает его садовником литерали. Переработанный песок аэроируется, а остатки пищи удобряют грунт. Массивные ночные рейды этих древних существ поддерживают здоровье прибрежных экосистем, а заодно насыщают их собственные голубые тела энергией прошлого и настоящего. Поздний Триаз. Около 215 миллионов лет назад. В безбрежном океане Панталасы, где нынешняя Невада была дном глубокого моря, возникает гигантская тень. Шанезавр. Он самый крупный из всех триасовых иктиозавров, до 18 метров в длину и массой добрых 20 тонн. Его тело напоминает торпеду с огромным серповидным хвостом. Длинная, почти беззубая морда плавно сужается, словно гигантская пипетка. Этот необычный ящерокит отточил искусство тихой вакуумной охоты. Шанезавр не полагается на зубы, как плеозавры поздней юры. Он превращает свою пасть в поршень. Поднявшись под добычу с глубины, животное резко раскрывает челюсти. Мышцы горла раздвигают кости, и внутри черепа образуется зона низкого давления. Вода вместе с аммонитами-ювенилами, калиоидами и мелкими стайными рыбами буквально втягивается внутрь. Слабые конусообразные зубы лишь удерживают скользких головоногих, пока мощный глоток их не отправляет в пищевод. Раз в сутки, следуя за вертикальной миграцией планктона, шанезавр ныряет к отметке 300 метров в глубину. Здесь царит сумрак, но огромные глаза, защищенные костяными кольцами, улавливают слабое мерцание фотофоров-кальмаров. Ориентируясь на вспышках света и вибрации боковой линии, охотник совершает стремительный бросок, разгоняясь хвостом до 40 км в час. Один S-образный взмах и добыча уже в его гидродинамической ловушке. На мелководье у края карбонатных платформ несколько шанезавров могут формировать рыхлую цепь. Построясь клином, они медленно поднимают косяк рыб к поверхности, где солнечный блик сбивает ориентиры. Поочередно врываясь внутрь, гиганты отсекают порции добычи, не мешая друг другу и не распугивая всех сразу. Главным рационом служат мягкотелые головоногие и юные аммониты. Реже в меню попадают средние рыбы и беспечные рептилии талатозавры. Своим вакуумным способом питания шанезавр очищал среднюю толщу воды от избыточных стай, а разлагающиеся остатки его трапез удобряли глубокое дно. Так этот гигант, не имея грозных клыков, царил в океанах силой объема, точным расчетом давления и эволюционной элегантностью. Представьте себе Среднеюрское море 155 миллионов лет назад. Пелагическую синеву медленно рассекает Литсихтис. Эта гигантская костная рыба длиносит туристический автобус до 15 метров и весом десятки тонн. Несмотря на размеры, это не хищник-амбушюр. Его тактика охоты – грациозная фильтрация. Литсихтис держится в верхних 30 метрах толще воды, где дневные восходы планктона создают питательные облака. Раскрыв колоссальную пасть, он плавно разгоняется хвостовым веслом, пропуская через жаберные дуги кубометры воды. Костяные жаберные грабли, как тончайшие гребенки, улавливают все съедобное. Это рачки-капиподы, креветочные наутилусы, личинки кальмаров и крошечные рыбы. Каждые несколько секунд рыба смыкает челюсти, язык выталкивает фильтрованный бульон назад, и цикл повторяется – до тысячи глотков в час. Иногда литсихтисы движутся разреженной шеренгой. Каждый в сполах плавника поднимает планктон, подкармливая тех, кто позади. Так, без клыков и преследований, эти нежные титаны превращают микроскопическую жизнь в массу, кормя себя и оставляя за кормом вспаханное насыщенное кислородом море. Теплое море поздней юры. Лучи солнца пробиваются сквозь бирюзовую толщу. Внезапно – тень. Леоплевродон. Плезиозавр-охотник длиной 7 метров, молнией вырывается из полумрака. Его тактика – скрытый взрыв. Зверь медленно патрулирует границу света и темноты, пряча силуэт. Передние ласты сведены, задние ласты еле шевелятся, чтобы не поднять мутный след. Обоняние и чувствительные каналы на морде улавливают молекулы крови и вибрации на десятки метров. Стоит косяку костистых рыб подростку ихтиозавру или неосторожному криптоклиду приблизиться, как леоплевродон разворачивает четыре ласты наподобие грибных весел и за четыре взмаха разгоняется до 4 км в час. Огромная пасть, способная раскрыться почти на метр, захлапывается, создавая удар давления. Конические зубы длиннее человеческой ладони пронзают добычу, а крепкая шея гасит сопротивление. После атаки хищник разворачивается и опускается глубже, где, разрывая тушу мощными челюстями, поглощает мясо до костей. Так, сочетая скрытность, стремительный прыжок и сокрушительный укус, леоплевродон правил юрскими морями, превращая их в личную охотничью арену. Поздний меловой период. 80 миллионов лет назад. В бирюзовой глубине западного внутреннего моря Северной Америки медленно движется элосмозавр. Плезиозавр длиной до 14 метров, чью удивительную длинную шею, почти в половину длины тела, украшают 70 гибких позвонков. Его охотничья тактика. Тело почти неподвижно висит в толще воды, стабилизируемое широкими ластами, а шея изгибается, подобно змее, описывая широкие круги. Зрение и чувствительные рецепторы на морде фиксируют малейшее колебание воды. Приближение косяка мелких рыб, таких как энходусы, либо кальмаров-белемнитов. Резкий бросок шеи и челюсти с тонкими игольчатыми зубами смыкаются на добыче, буквально нанизывая ее. Иногда элосмозавр действует вертикально, всплывая снизу, маскируя себя на фоне темной глубины. Благодаря длине шеи хищник не пугает стаю своим массивным телом, совершая атаки молниеносно и точно. Так, пользуясь совершенным инструментом своей шеи, элосмозавр незаметно господствовал в верхних слоях моря, делая охоту искусством точности и внезапности. Поздний меловой океан. Около 90 миллионов лет назад. Под яркими лучами солнца, скользя мощным упругим телом, появляется кретоксирина. Акула длиной до 7 метров, прозванная акулогинсу, из-за острых словно бритва зубов. Быстрый и агрессивный хищник, идеальный представитель древних ламнообразных акул. Тактика кретосирины простая и безжалостна. Стремительное преследование и сокрушительный удар из глубины. Хищница ловко набирает скорость, достигая 50 километров в час, затем снизу вверх пронзает стаю рыб, рассекая ее пополам. Среди жертв крупные костистые рыбы ксифоктинусы, молодые мозозавры, неосторожные морские черепахи и даже птерозавры, отдыхающие на поверхности. Зубы длиной до 7 сантиметров глубоко впиваются в плоть, не оставляя добычи шанса. Быстрые повороты, повторные атаки и смертельные укусы делали кретоксирину вершиной пищевой пирамиды меловых морей. Безжалостная и уверенная в своей силе, она наводила ужас даже на крупных морских рептилий, став легендарным охотником своего времени. Поздний меловой период, около 70 миллионов лет назад. В безграничном океане, где сейчас Северная Атлантика, властвует мозозавр – гигантская морская рептилия длиной до 15 метров, вооруженная мощными челюстями и массивными зубами, способными раздавить панцири аммонитов и черепах. Тактика мозозавра – молниеносная засада из глубины. Он патрулирует границу света и тени, полагаясь на острое зрение и тонкое обоняние. Заметив добычу, крупную рыбу, акулу и даже молодого плезиозавра, хищник делает резкий рывок снизу вверх. Его крепкие челюсти раскрываются, а массивные слегка загнутые назад зубы моментально хватают жертву, не давая вырваться. Иногда мозозавр прибегает к грубой силе, тряся добычу из стороны в сторону, разрывая ее на части. В его рацион попадали и гигантские кальмары, и птицеподобные птерозавры, неосторожно парящие над водой. Именно комбинация скорости огромных челюстей и грубой силы позволила мозозавру стать абсолютным повелителем меловых морей, удерживая свой трон до самого конца эпохи динозавров. Субтитры создавал DimaTorzok